Привет, друзья! В этом видео я расскажу вам про активный транспорт веществ через мембрану. Называется транспорт активный, потому что происходит с участием энергии против электрохимического градиента концентрации. Вещество из области наименьшей концентрации поступает в область наибольшей концентрации. Оттуда, где вещества мало, туда, где вещества уже и так много, ассоциация с остановкой, теперь мы уже стоим на ней одни и подъезжает забитый людьми автобус. И мы тоже большими энергопотерями заходим в салон, какое место достанется, тому мы и будем рады. То же самое здесь. Вещество из области наименьшей концентрации поступает в область наибольшей концентрации против электрохимического градиента концентрации. И на данный момент транспорта требуется очень много энергии. Поэтому это называется активный. И самый на лучшем разночный пример активного транспорта – это натрий-калиевый насос. Представляет собой особый белок, который строит мембрану клетки, и он является ферментом. И за один цикл натрий-калиевый насос выкачивает из клетки наружу 3 иона натрия, а закачивает 2 иона калия. Так как натрий-калиевый насос выкачивает больше катионов, чем закачивает их клетку, то на внешней стороне мембраны скапливается очень много катионов натрия. И образуется положительно заряженное поле. В результате на внутренней стороне мембраны накапливаются отрицательно заряженные анионы. Это такие органические вещества, которые образуются в самой клетке. И когда я работаю на натрий-калиевый насос, мембрана будет иметь разный потенциал, будет иметь разными полюса. Если на внешней стороне будет плюс, на внутренней будет минус, то клетка находится в покое. Это обычно ее ритм жизни. Но полюса могут измениться. Если на клетку направят какой-то раздражитель, медиатор или гормон, если она получит из внешней среды какой-то сигнал, то полюса могут измениться, потому что в клетку вступят натрия, и полюса будут противоположные. На внешней будет минус, на внутренней будет плюс. И клетка из потенциала покоя переходит в потенциал действия, и что-нибудь с ней происходит. Допустим, если это будет мышечная клетка, то после возбуждения она сократится, и мышца подтянет кость. Мы совершаем движение. Если будет нервная клетка, то после возбуждения она проводит нервный импульс дальше. Поэтому натрия-кальоносос очень актуален для клетки. Благодаря этому белку клетка имеет электрическую активность, находится в покое и переходит в потенциал действия. Что-нибудь выполняет, какую-то функцию выполняет. Ну, кроме этого, конечно, натрия-кальоносос, он создает на дране разных потенциалов, вследствие которой в результате активного транспорта в клетку поступают более крупные молекулы, такие как аминокислоты. Для клетки это будет стройматериалом. Такие квалинасахариды для клетки это источник энергии. Происходит их активный транспорт, потому что образуется набирание разницы потенциалов, разные полюса образуются. Ну и кроме этого, натрия-кальоносос очень актуален для животной клетки, с ее очень тонкой эластичной оболочкой. Дело в том, что животная клетка, она не имеет постоянную форму. Оболочка очень тонкая и не способна придать ей постоянную форму. Она легко сжимается, легко сжимается. Если натрий-кальоносос выйдет из строя, то в клетку вследствие диффузии поступит натрий в большом объеме. А за натрием вследствие осмоса поступает клетка и вода. И клетка просто разбухнет, увеличится в размере. Оболочка не выдержит, и она лопнет, погибнет. Поэтому натрий-кальоносос очень актуален для животной клетки. В мембране он выиграет важную роль. Он выкачивает из клетки натрия наружу, чтобы клетка не лопнула, чтобы в нее не поступила вода. И не так актуален для растительной и грибной клетки, потому что знает, что в оболочке у растительной и грибной клетки клетчатая стенка, она очень прочная, там целлюлоза, хитин. Поэтому клетка имеет постоянную форму, она не сжимается, не разжимается. Даже если, чтобы эта вода в большом количестве, она не лопнет. Поэтому очень важно для животной клетки. Ну и, конечно, благодаря натрий-кальонососу клетка поступает к калий. Большой концентрации клетка очень любит калий, потому что калий необходим для гликолиза, для бисинтеза белка, для фотосинтеза. Надеюсь, это видео вам помогло разбираться в данной теме. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч!